Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. Пятница, 11 августа и давайте начнем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар вчера мы видели в конце торговой сессии уже закрепление выше максимальные значения, которые были в предыдущей торговой сессии, а именно 9 августа. И сегодня также с утра пара продолжает торговаться выше отметки 1.1765. Вероятно, данное обновление локальных максимумов станет новым уже импульсом на продолжение восходящего движения по паре евро-доллар. Основной сценарий остается на укрепление, так как основной тренд идет восходящий и с ближайшими целями движения в область 1.1887. Отмена данного сценария произойдет в том случае, если паре удастся закрепиться ниже минимальных значений, которые мы видели вчера и также 9 августа, ниже области 1.1688. Пара британский фунт, американский доллар, вчера не смогла обновить локальные минимумы, то есть то, что нам говорит о локальной остановке снижения по данному активу. И сценарий он остается тот же самый. В том случае, если пара сможет закрепиться выше отметки 1.3028, то тогда уже возможно возвращение к покупкам по данному активу и движение уже в область 1.3246. В свою очередь, если пара сможет закрепиться ниже минимальных значений, которые были вчера, это отметка 1.2951, тогда вероятно продолжение нисходящего коррекционного движения по паре британский фунт, американский доллар. Примерно такая же ситуация по паре австралийский доллар, американский доллар, но австралийцы уже сегодня с утра обновил локальные минимумы и на текущий момент продолжает снижаться. Если говорить о покупках и о продолжении роста по данному активу, то здесь необходимо увидеть закрепление выше максимальных значений, которые мы видели в предыдущей торговой сессии, а именно отметка 0.7914. На текущий момент коррекционное нисходящее движение продолжается. Пара американский доллар и японская иена продолжают снижаться. Вчера во вторую половину торговой сессии обновили вновь локальные минимумы и тенденция продолжается на ослабление. На текущий момент ближайший разворотный уровень находится на максимальных значениях, которые мы видели вчера. Это отметка уже в области 110.17. В том случае, если паре удастся закрепиться выше этого уровня, тогда уже вероятно начало коррекционного восходящего движения. На текущий момент продажи по данному активу также продолжаются. Пара американский доллар и канадский доллар вчера смогла вновить локальный максимум. Закрылись выше открытия. На текущий момент тенденция на укрепление американского доллара остается в приоритете. Напомню, что основной тренд на более крупном таймфрейме у нас все же пока идет нисходящий. Поэтому по данному активу наиболее интересен поиск уже ситуации, при которых цена продолжает свое нисходящее движение. В данном случае по данной паре интересным уровнем является минимальное значение, которое мы видели вчера. Это отметка 1.26.71. В том случае, если пара сможет закрепиться ниже этого уровня, уже вероятно продолжение нисходящего движения с целями в область 1.24. Пара еврофунт продолжает укрепляться. Вчера во второй половине торговой сессии также обновили локальные максимумы, ушли выше отметки 90.55. И на текущий момент тенденция на укрепление сохраняется и по данному активу с ближайшими целями в область 90.87. Ну а после преодоления этого уровня уже открываются следующие уровни в область 91.92. Отмена данного сценария и возврат к продажам краткосрочный по данному инструменту произойдет в том случае, если мы увидим обновление минимальных значений, которые были 9 и 10 августа. Это отметка 90.07. Тогда уже вероятность снижения в область 0.89. Золото продолжает укрепляться. Вчера обновили локальный максимум. Сегодня с утра уже доходили до отметки 1288 долларов за тройскую унцию. Напомню, ближайшие цели, которые мы отмечали ранее, это движение в области 1295 долларов за тройскую унцию. В свою очередь, если говорить о возобновлении продаж, то пока ближайший уровень мы оставляем на минимальные значения, которые были 8 августа. Это отметка 1251 доллар за тройскую унцию. На текущий момент укрепление по золоту продолжается. Нефть марки Brent вчера попыталась обновить локальный максимум. Доходили до отметки 53.81. Но к концу торговой сессии уже мы видим обновление минимальных значений, которые были 9 и 8 августа. Ну а сегодня с утра уже фактически закрепились за этим уровнем. Поэтому на текущий момент мы видим вероятность развития уже нисходящего движения и продолжение снижения в области 47.75 по данному активу. Отмена данного сценария произойдет в том случае, если пара сможет обновить максимальные значения, которые были вчера. Это отметка 53.80. Прошу прощения, если нефть сможет обновить локальный максимум по 53.80, тогда уже вероятно продолжение роста по данному инструменту. Ну и индекс DAX, как мы отмечали ранее, вернулся уже к нисходящему снижению. Вчера обновили локальные минимумы, выходили ниже отметки 12.097. Ну а фактически сегодня с утра минимальное значение, которое было, это уже 11.920. Тенденция на ослабление по индексу DAX продолжается. Ближайший разворотный уровень мы можем отметить на максимальных значениях, которые были отмечены вчера. Это отметка 12.186. И если индексу удастся закрепиться выше данного уровня, тогда уже вероятно развитие коррекционного восходящего сценария по данному активу. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание, впереди выходные, всем желаю хороших выходных и увидимся уже на следующей неделе. Напомню, как всегда, по понедельникам проходит вебинар в 19.30 по Москве, где каждый из инструментов мы разбираем уже более подробно и я отвечаю на ваши вопросы. Всем спасибо и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok